МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс молодых исполнителей – самая главная интрига в фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. В этом году она была раскрыта уже в первый конкурсный день. Конкурсант из Казахстана Димаш Кудайберген за свое выступление получил от международного жюри 89 баллов из 90 возможных. А специалисты различили в голосовом диапазоне молодого человека 5 октав. Во второй конкурсный день Димаш закрепил свой успех и стал бесспорным лидером этого года. Председатель жюри Палат Бельбюляглы заметил, что к успеху молодого музыканта привели природный талант и серьезная музыкальная база. Димаш уже лауреат и обладатель гран-при многих престижных конкурсов у себя на родине. Но участие в Славянском базаре для него очень важная ступенька в карьере певца. Славянский базар дает в первую очередь старт на большую сцену. После победы на Славянском базаре о тебе узнают, скажем, бывший МССР, страны СНГ. заявить о себе как молодого певца для меня в данный момент это самое главное, поскольку неважно, какую ты награду, какой ты статус имеешь, самое главное, чтобы тебя зрители услышали, чтобы тебя знали, люди слушали. Для меня это было самым главным, и я хотел поделиться своим покалом с зрителями СНГ, поэтому я сюда приехал. У него фамилия другая, даже многие не знают, что это наш сын, потому что по нашему обычаю он назван в честь моего отца, у него фамилия Кудайберген, у меня фамилия Айтбай, я назван в честь своего деда, он назван в честь своего деда, поэтому даже многие не знают, что он наш сын, поэтому я думаю, ему в этом поприще никогда особой поддержки никогда и не нужно было, а сейчас уже после таких интервью, наверное, если будут знать, что это наш сын, я думаю, только люди будут обрадоваться. В этом году участие в конкурсе молодых исполнителей принял 21 молодой вокалист. 15 из них получили право выступать в финале. У многих молодых певцов яркие природные данные, но зачастую отсутствует школа. Это главная составляющая успеха, повлиявшая на решение жюри нынешнего вокального конкурса. Для того, чтобы петь, надо быть вокалистом, надо уметь правильно извлекать голос из своего горла. Понимаете, вот из этих позиций мы судили, и я должен сказать, что особенно вот с представителями, так будем говорить, бывшего Советского Союза, то есть представители Белоруссии, России, Украины, у нас вообще проблем не было. Первой премией конкурса молодых исполнителей была удостоена наша землячка Валерия Грибусова. Вторую премию получил Николай Манолов из Болгарии. Конкурсантка из Украины Анна Твердоступ, Анит, и Софи из Грузии удостоены третьей премии. Участница из Македонии Надя Талевска удостоена специальной премии Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство. И второе гран-при фестиваля в этом году уезжает в Республику Казахстан. Победительницей 13-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015» стала 10-летняя Луиза Нуркуатова. Позади волнение, переживания, два конкурсных дня и 20 соперников из 17 стран. Юная исполнительница уверена, что свяжет свое будущее со сценой. И именно на развитие своего таланта собирается потратить положенную победителю денежную премию. «Славянский базар» – это для меня очень позитивный, вокальный, суперклассный и крутой фестиваль. Я эти деньги потрачу на свое будущее. Впереди еще много конкурсов, и я буду с этим сражаться. Судить юных конкурсантов – дело непростое. Каждый из них харизматичен, ярок и, безусловно, талантлив. Юные звездочки и сами понимают это, поэтому относятся к конкурсу в первую очередь как к большому празднику. Я не соперничаю с ней, я хочу со всеми подружиться, потому что это такой шанс выпадает только раз в жизни. Международная жюри высоко оценила общий уровень конкурса, отметила вокальные данные участников, отличную организацию конкурсных концертов. Один из призов фестиваля остался в Беларуси. Стефания Соколова разделила вторую премию с Лизей из Грузии. Я мечтала о каком-нибудь призовом месте, и моя мечта сбылась. У меня очень много друзей, я со всеми практически подружилась. Все они очень интересные, забавные, позитивные. Ну, даже не хочется уезжать, потому что я уже привык к этому, к такому красивому городу, к таким друзьям хорошим. Первая премия присуждена Дарине Галицкой из Украины. Третью премию разделили Вероника Устимова из России и украинка Дарья Пышная. День молодежи в рамках фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 2015 собрал на своих площадках рекордное количество молодежных субкультур. А самые активные и креативные начали презентовать свое любимое хобби уже на пресс-конференции. Мероприятия на улицах города начались арт-парадом «Беларусь в моем сердце». Шествие, ставшее традиционным, каждый раз поражает новыми персонажами, необычными спортивными снарядами, яркими танцами. Каждый год появляется что-то новое. В этом году впервые будут представлены на площадках «Славянского базара» молодежные подворья. Это дегустация различных блюд, это презентация культур. То есть приехали семьи из различных регионов, участники нашего проекта «Властелин села». Одновременно с этим стартует еще один фестиваль, фестиваль юмора, калейдоскоп юмора. То есть мы и это направление сегодня покажем молодежи. Фестиваль молодежных субкультур, интерактивная экспозиция «Молодежное подворье», эстафета «Калейдоскоп юмора», музыкальная битва диджеев «Беларусь и я». Одно из главных событий этого дня – финал республиканского фестиваля «Огонь танца». Открывала эту череду ярких и интересных мероприятий патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся», в которой приняли участие все гости Дня молодежи. Спасибо героям за 70 мирных лет. Таков был ее лейтмотив. Очень бы хотелось, чтобы вот этот день молодежи остался надолго, чтобы он запомнился, потому что это год молодежи, объявленный указом главы государства. И, конечно, хочется, чтобы для молодежи вот эти площадки, которые им предоставляются, стали стартом в хорошее будущее, чтобы благодаря вот тому, что они выступили здесь, на этой площадке, на площадке Славянского базара, у них действительно дальше все получалось, и они смогли представлять нашу страну, в том числе и на международном уровне. В этом году на мероприятиях Дня молодежи в рамках 24-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске побывало несколько десятков тысяч зрителей. Участие в нем приняли более полутора тысяч молодых людей из всех регионов страны. Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Их творческий тандем длится более 60 лет. За это время в соавторстве написано множество хитов. Потому их творческий вечер на фестивале «Славянский базар» в Витебске 2015 назывался символично «Нам не жить друг без друга». Абсолютно без пафоса, но скажу пафосно, это наша жизнь. Каждая песня, которую написана Александра Николаевна и Николая Николаевича, это наша жизнь. Я вспоминаю молодость, я вспоминаю «Бам», я вспоминаю «Полёт Гагарина», я вспоминаю всё то, чем мы гордились в детстве и что несем с гордостью сейчас. Я желаю их крепкого взрыва. Какие песни она сейчас пишет? Просто они не так звучат, но они будут востребованы ещё через какое-то время долго-долго-долго. Это гладезь таланта, это гладезь нашей жизни, это мудрейшие люди из Полины. Лев Лещенко, Тамара Гверцетели, Анатолий Ермоленко, Государственный ансамбль «Песняры», Пётр Елфимов, Тео, исполнители разных поколений и стран ближнего и дальнего зарубежья. Все признавались в любви к неповторимой поэзии, гармоничным мелодиям и потрясающей энергетике песен Пахмутовой и Добронравова. Исполнять эти произведения – высокая честь для любого артиста. Я всё-таки себя считаю человеком, родившимся в СССР. Я всё равно человек того поколения, несмотря на возраст. И многие песни, на которых воспитывались, может быть, мои родители, я в том числе. И песни Александра Николаевны, которые звучали и до сих пор звучат, это говорит о многом, о том, что эти песни любимы, они были любимы тогда. И я думаю, что они через поколение будут любимы, потому что есть великолепная поэзия, великолепные мелодии. И они ложатся не просто на слух, они ложатся на душу. И для меня огромная честь вот непосредственно в этом концерте исполнять такое произведение, как молодым и вы. Знаете, когда нет оркестра, ну вот ездим в Россию, нет оркестра, я сажусь за фортепиано и пою нежность. И, ну, просто, это, знаете, как жизнь, как человек будет всегда рад солнцу. Мы же каждый день, нас радует солнце. Когда светит. И вот так же эти песни, сколько раз они бы не прозвучали, никто к ним привыкнуть не может и не может утерять вот этот восторг, который они вызывают. Сегодня читается в каждом человеке, тем более мы при дневном свете выступаем, каждое лицо видим. И думаю, какие же радостные люди, какая прелесть, что такая радость. Народная артистка СССР, герой социалистического труда, дважды лауреат государственной премии СССР Александра Пахмутова неоднократно принимала участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар» Витебске. В 2008 году она была удостоена специальной премии Президента Республики Беларусь и именной звезды на Аллее звезд в Витебске. День Союзного государства Целесообразность и теперь могут быть отправной точкой распространения положительного опыта. Ликвидация пограничного контроля и таможенного контроля на границах, оно, конечно, такое было революционным таким решением. И всем было интересно посмотреть, что же из этого получится. Но уже время прошло, все видят, что кроме хорошего ничего нет. Поэтому этот опыт можно смело распространять на другие государства, которые объединены некими вот такими же обязательствами. Я привел только один пример. А есть более, может быть, мелкий, но не менее важный проект. Это взаимодействие вооруженных сил, это и взаимодействие пограничников. У нас есть совместная, единая коллегия пограничных служб, таможенных служб, гидромедслужб. Это уже коллеги, которые в определенной степени могут претендовать на какие-то наднациональные функции. На пресс-конференции шла речь о политическом и экономическом взаимодействии Беларуси и России. Но особое место в диалоге было отведено гуманитарным программам и проектам союзного государства. Огромное количество из них направлено на техническое, творческое, патриотическое воспитание подрастающего поколения двух стран. Одной из опорных точек развития творчества молодежи становится Витебск, а Центром научно-технического творчества – Санкт-Петербург. Есть тема патриотического воспитания и подготовка будущих офицеров. Это кадетские школы, сейчас у нас суборожские училища. Каждый год они собираются на лагерях, на смену. В этом году это будет, по-моему, в Анапе, если меня не изменяет память. В следующем году я не знаю, там это все будет зависеть от технических таких особенностей. Поэтому у нас создаются такие центры кристаллизации взаимодействия главным образом молодежи, детей, развития и творчества. В рамках Дня союзного государства традиционно проводится много мероприятий, которые помогают решать вопросы, выходящие за рамки культурной программы. Лабораторные исследования – это важная составляющая современной медицины, необходимая для оперативной диагностики различных заболеваний. Теперь в Витебске появилась возможность сдать анализы быстро, комфортно и получить наиболее полную информацию для постановки верного диагноза и эффективного лечения. Для этого нужно обратиться в медицинскую лабораторию Синева. Синева – это крупнейшая сеть медицинских лабораторных центров, расположенных на территории Республики Беларусь. Медицинская лаборатория Синева входит в состав Европейского медицинского холдинга «Медикавр». В Витебской области на данный момент осуществляет свою деятельность в два пункта по забору биологического материала. Один из которых расположен в городе Витебске по улице воинов-интернационалистов 1Д, второй в городе Новополоцке по улице Олимпийская 2. В ближайшее время планируется открытие второго пункта в городе Витебске по улице Суворова 25. Создавая максимальный комфорт для своих пациентов и обеспечивая качественную лабораторно-диагностическую помощь, специалисты Синева предлагают воспользоваться широким спектром услуг. На пунктах производится забор биологического материала для широкого спектра исследований. Это биохимические показатели крови, гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкологическая панель, диагностика аллергий, диагностика аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, ПЦР-диагностика паразитарных и инфекционных инфекций, микробиологические, микроскопические, изостерологические исследования, также генетические исследования, исследования торч-инфекций. Налаженная система внутреннего контроля качества позволяет на высоком уровне производить весь необходимый перечень анализов. Все лабораторные исследования проводятся по передовым технологиям на современном западноевропейском оборудовании, производителями которого являются в таких странах Швейцария, Германия, Франция. Услугами лаборатории можно воспользоваться анонимно, предъявления паспорта не требуются. Клиентами нашей лаборатории являются как взрослые люди, так и дети в возрасте от одного года. В Синева вас встретит высококвалифицированный и внимательный персонал. О готовности результатов вам сообщат с помощью СМС-сообщений, либо отправят на ваш электронный или почтовый адрес. В период Славянского базара лаборатория Синева – постоянный участник выставки-ярмарки «Малый бизнес» в фестивальном Витебске, организатором которой является Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга». Пользуясь услугами лаборатории Синева, вы можете быть уверены в оперативности и максимальной достоверности проводимых исследований. Помните, лабораторные анализы – это то, без чего нельзя диагностировать заболевания, и в конечном итоге назначить правильное лечение. Лаборатория Синева заботится о вашем здоровье. Лаборатория Синева ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СВОЕЙ ФИРМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Традиция качества этого предприятия проверена временем, а широкий ассортимент удовлетворит самый изысканный вкус. Одеяло, подушки, постельное белье, полотенце и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыд», изготовлены с особой любовью и старанием работников предприятия. Многие горожане и гости Витебска уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют приятный цвет после многократных стирок. А возможность заказать наволочку под одеяльник или полный комплект постельного белья нестандартного размера из приглянувшейся ткани, делает услуги «Витрайбыда» еще более востребованными. Открытое акционерное общество «Витрайбыд» в 10-й год принимает участие в ярмарочной торговле в рамках фестиваля «Славянский базар». Мы рады приветствовать гостей фестиваля и жителей города и приглашаем в наши фирменные павильоны за покупками. Приходите, покупайте, радуйте себя и своих близких. На Славянском базаре в Витебске Сложилась целая жизнь Настоящая легенда русской рок-музыки B2 с программой 16+. 15 июля 21.00 Летний амфитеатр Билеты в кассах Витебска на Тикет.Про и Квитки.Бай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА